МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместо бензина в Египте придумали новый вид транспорта. Скрин-Х шагает по планете и окружает зрителей. Сети кинотеатров по всему миру ищут способы не потерять клиентов. Жаждущим зрелищ предлагаются фильмы в 3D, их кресла трясут, на них дуют воздухом. И вот теперь настала очередь увеличения количества экранов. Британская Синью-Орлд Групп — это вторая по величине в мире сеть кинотеатров. На днях представители компании объявили о планах по внедрению новой технологии кинопоказа в 100 кинотеатрах Великобритании, США и других стран. Скрин-Х называют первой в мире мультипрожекторной технологией. Фильмы демонстрируются не на одном, как прежде, а на трех экранах. Два боковых создают впечатление, что зритель находится в центре действия, все происходит буквально вокруг него. При этом оговаривается, яркость и насыщенность изображения на боковых экранах будет такой же, как и на центральном. Технология позволяет имитировать обзор в 270 градусов и задействовать периферийное зрение. Если по сюжету в кадре проезжает машина, то вы будете видеть ее боковым зрением и ощутите себя, как будто в самом фильме. Конечно, подобная технология не слишком подходит для романтических комедий, к примеру. А вот смотреть на экране Скрин-Х фильмы в жанре экшен будет очень здорово. Впрочем, пока и количество кинолент, которые адаптированы для воспроизведения с помощью этой технологии, не слишком велико, ведь съемочным группам необходимо использовать определенный тип объективов. На данный момент в кинозалах со Скрин-Х можно посмотреть фильм студии Marvel «Человек-муравей и оса» и ленту о подводном чудовище Мэг. На подходе — ужастик проклятия монахи. Количество залов с этой технологией будет постоянно увеличиваться, так что и производители будут выпускать больше фильмов для Скрин-Х. Внедрение нового формата — это еще одна попытка владельцев кинотеатров бороться с другими формами потребления медиапродуктов. Количество подписчиков Netflix — около 150 миллионов. Другой крупный игрок — Amazon Prime. Сервисы и видео по запросу позволяют смотреть фильмы, не покидая дом. Можно даже приготовить попкорн и налить себе холодной газировки. Но в полной мере получить то, что предлагают современные кинотеатры, не выйдет. Вы не сможете установить домаэкран размером как WiMAX. Не будет и кресел, которые трясутся. Некоторые технологии, возможно, получится внедрить, но если у вас не огромная особняк, то это теряет смысл. Так что фильмы определенного жанра, в первую очередь блокбастеры, конечно, приведут зрителя в кинотеатр. До объявления Cineworld технология ScreenX была доступна в 150 кинотеатрах, большая часть которых, 84, находится в Южной Корее, в США было 4, в Великобритании — 2. В ближайшее время панорамные киноэкраны будут доступны в более чем 200 залах по всему миру. Как вам идея автомобиль, который ездит благодаря воздуху? Конечно, любому транспортному средству с обычным двигателем нужен воздух. Для сжигания углеводородного топлива требуется кислород. А если использовать воздух как основной источник получения кинетической энергии? В общем, смотрите, что придумали египетские студенты. Этот транспорт не слишком похож ни на электрокара от Тесла, ни на гугломобили, но все же это довольно инновационный автомобиль. Правда, пока одноместный и с кузовом из металлического профиля. Но надо отдать должное, студенты университета Хельвана работали при минимальном финансировании. Эта машина — результат работы над проектом по созданию автомобиля, который ездит на сжатом воздухе. Энергия расширяющегося газа из баллонов позволяет привести транспорт в движение. Студенты трудились в течение года. Их детище может проехать до 30 километров, а максимальная скорость — 40 километров в час. Ну а молодые инноваторы говорят, технология позволяет собрать авто, которое разгонится и до 100. Стоимость этой самоходной повозки — около 1000 долларов. Запас сжатого воздуха в двух баллонах по бокам кузова. Есть еще сеть труб высокого давления и двигатель. Привод цепной. Важнее, чем его цена, его эксплуатационные расходы. Не нужно топливо, только воздух. Не нужно охлаждение, воздух и так холодный. Смотрите хай-тек и создавайте новое. Мы расскажем о вас в эфире. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова